Добрый вечер, дорогие товарищи! У нас очередное занятие университета современного производства. Борис Николаевич Гавшин, который должен вести сегодня занятия, держится. И другие не хотят, чтобы мы здесь проводили занятия, устраивают козни. Но будет чуть попозже. И пока я предлагаю слово дать Михаилу Васильевичу Попову с обзором на прессы. Значит, дорогие товарищи, в этом году исполнилось 20 лет того момента, как была учреждена российская общественно-политическая газета «Народная правда». Это был август 1991 года. Время было, как вы помните, новое контрабляционное. В это время уже двойной открытый перелом был у нашего общества. И в это время вовсю действовали наши товарищи. Я имею в виду, во-первых, был создан объединенный фронт трудящих. Сначала в Ленинграде, потом в Москве, и потом в российский фронт трудящихся. И он достиг таких успехов, что даже выделил кандидатов президента России официально. И был зарегистрирован. И этим кандидатом был Макашов, тогдашний действующий, командующий при Волжске военным округом. А вице-президентом, кандидатом вице-президента был Сергеев Алексей Алексеевич, доктор экономических наук, товарищ. Из партийной группы объединенного фронта трудящихся образовалось движение коммунистической инициативы. И это движение коммунистической инициативы начинало набирать обороты и перепугало очень сильно ревизионистское руководство партии, в то время Сарбачевской. Надо сказать, что по решению движения коммунистической инициативы рабочие были направлены на съезд Компартии РСФСР. А поскольку их там никто не ждал, то эта операция по внедрению на съезд Компартии РСФСР была. Приехали товарищи из разных городов и попали, сели прямо в здание ЦК и не уходили оттуда. Пока не было времени о том, чтобы их туда направить с правами совещательного голоса рабочих в движении коммунистической инициативы. И приняли участие в съезде. В частности, наши товарищи выступали. Уступал товарищ Половодов при выборах первого секретаря ЦК Компартии РСФСР. Рабочий был очень хороший. Уступал товарищ Байдужа. Выбирали председателя центральной контрольной комиссии. Здесь народ хохотал, потому что он говорил, что экономисты собрались. Эти экономисты. Вот он стал реже, стал старик реже, стал дышать. Я, говорит, бюрократизм ненавижу. Так, говорит, ударю по голове, а кулаки вот такие здоровенные, что голова провалится. Ну, надо сказать, могучие были выступления. Значит, мне пришлось выступать и товарищу Золотову прибуны съезда. Я там объявил, что это вот. Перестройка этой контрреволюции. Сидел. Вечером прошло по всем, так сказать, каналам что-то. Профессор из Петербурга объявил, что перестройка этой контрреволюции. Второй теоретический вопрос. Это вопрос о том, является ли перестройка революцией. Давайте, товарищи, вспомним, что такое теоретически революция. Революция, насколько все здесь знают, и все это знают прекрасно. И я не собираюсь здесь никого учить. Здесь грамотные люди. Революция – это переход от одной общественно-экономической формации к другой, со сменой у власти класса, причем непременно реакционного класса, на прогрессивный. Это какой же у нас класс собирается прийти? Ни теневики ли, и ни непманы новоявленные. Это прогрессивный класс. Кто у нас собирается скупить фабрики и заводы? О ком пекутся те, кто говорит о приватизации сегодня? О рабочих? О крестьянах? Об интеллигенции? Может, о профессорах? Может, профессора могут у нас скупить фабрики и заводы? Так вот, я думаю, товарищи, переход от одной формации к другой в теоретическом плане на пути вперед не просматривается. На пути назад просматривается. Но это уже не революция, а контрреволюция. То есть это, так сказать, было большое событие. И наших товарищей, по предложениям нашим, избрали в Центральный комитет Компартии РССР. А именно, товарищей Золотова, Сергеева, Два, Долгова, Три, и Тюлькина, Четыре. То есть у нас появились члены Центрального комитета Компартии РССР. Теперь летом, соответствующего года, Долгов и я, половину лета он, половину я, мы сидели в Москве, и там делали программу партии РССР, программу действий. И программа действий получилась неревизионистская, естественно. В общем, это дело кончилось тем, что надежды Горбачева на то, чтобы повернуть вообще Компартию РССР, чтобы она превратилась в такую же, как КПСС, ничего не получилось у них. И, так сказать, они пошли по линии не вот как, чтобы была партия, переродилась и стала бы вот как народная сейчас, как Единая Россия. Почти как КПСС, только антикоммунистическая. Вот они хотели, чтобы КПСС стала антикоммунистической. Но вот с Компартии РССР этот номер не вышел, поэтому пришлось им ее закрывать. То есть я хочу сказать, что вот очень важно подчеркнуть, что были люди и пролицы. Поскольку Долгов тоже был избран членом ЦК Компартии РССР, он на Леноме поставил вопрос о том, что если есть Компартия РССР, должна быть газета. Полосков, тогдашний первый секретарь, уворачивался от этого. И Зюганов, который был секретарем по идеологии, тоже уворачивался, даже обижались. Они там выступали, что ну мы пойдем на огороды, раз вы нас не даете, что мы не даем газету. А Виктор Георгиевич Долгов взял шавку, прошел по членам ЦК, и 22 членам ЦК сдали деньги на учреждение газеты. И выступил и сказал, что вообще-то сейчас каждый человек может учредить газету. Было такое время. Вот уже 22 человека сдали деньги. Либо мы сейчас принимаем решение о том, о утверждении газеты ЦК Компартии РССР. Без газеты не может быть партии. Либо я иду, и вот уже мы собрали, и выучреждаем газету. И вот тогда они крахнули и приняли решение. Но поскольку им не хотелось иметь газету, ни за что. Игру Полоскову, и Зюганову. Поэтому они откинули ее в Ленинград. По месту того, кто выступал с этой инициативой. По месту Долгова. Поэтому получилось, что у нас в Смольном оказалась редакция газеты «Народная правда». Значит, выделили на ЦК на это 900 тысяч рублей. 300 тысяч мы получили, а 600 тысяч не успели, потому что добытие надвинулись. И к нам прислали письмо за подписью одного секретаря, а на подпись стояла другого секретаря, Ильина. Ильина сказал, что, дескать, сдайте все деньги на президентский счет. Мы пошли и зарегистрировали газету, как газету трудового коллектива. Собрали 13 человек. В том числе и Филогов был в отъезде, созвонились. И это довольно просто было зарегистрировали. В Союзном министерстве по печати, как газету трудового коллектива. А до этого она была газета Компартии РСФСР и Ленинградского обкома. Восьмиполосник, тираж 200 тысяч, 200 тысяч еженедельно. И мы так и выходили сначала, это страшное было дело. Вот. Затем, поскольку, так сказать, событие, что развалился и Советский Союз, или, вернее сказать, его развалили сознательно, то мы переучредили ее, зарегистрировали, вернее, и перезарегистрировали ее в Российской, в Российском министерстве. После этого она существует как газета трудового коллектива. И дальше больше проявилась всякая боевая газета. Например, при Сапчике мы поставили вопрос, когда он тут был жив-здоров, командовал мэрией, мы поставили вопрос, чтобы повесить без права в захоронении. Писал первый заместитель Парч Петисов, ныне покойный. Он как раз единственный аппаратчик у нас был, то есть из партийного аппарата пришел. Причем отличался он в очень резкой позиции, более резкой, допустим, чем у меня. Потому что я от Движения Коммунистического Союза выступал в Кронштадте и говорил, что Корбачев такой-сякой, предатель, изменник и так далее. А там сидят капитаны первого ранга, вот все сидят, все со звездами, по три звезды, и каждая и выше. Так еще пригласил райком, что он говорит? Тогда говорит, вот от Апкома сейчас выступит. Товарищ Петисов. Ну, сейчас, думаю, сейчас Петисов поправит. Петисов выходит и говорит, я с Паповым не согласен. Надо его судить и расстрелять Корбачев. Вот таким образом. И вот, значит, когда у нас тут было дело Ельцина, заведено в газете при Ельцине, было доказано, и мы как обычно делали, суд такой, обвинитель Петисов, вот Ельцин, изменник Рудин, надо его к высшей мере наказать. Вот им дискуссия пошла, какая вишня, повесить, расстрелять, это второе. При Ельцине не тогда, когда их уже нет. Потому что мертвого льва может лягнуть даже осел. А в чем особенность народной правды, что она действовала тогда. У нас был стих такой опубликован, за которого долгого долго таскали. Но я вместо него ходил, так сказать, и такие юридические кое-дни всякие делал, что, дескать, вот вы написали стихотворение на первой полосе под нож. Название под нож. В Свердловске первый секретарь забрался в Кремль, всю Россию душит. Боров забрался. Хотя Россия дышит мятежом. Но каждый Боров должен помнить, кончает век свой под ножом. И это по телевидению показывает, как все несут под Булатов, и Булатов отбивается от народной правды. А я был на съезде народных депутатов, как раз раздавал там все. Я еще генетами буду заниматься. Тогда в Генеральную прокуратуру, демократический депутат, из Генеральной городской в районный, в Долгово вызывает. Я прихожу, мне с ним, говорю, в Долгово козетку пускать, что надо. А вот, что вы напечатали? А у нас, говорю, нет цензуры. Пришел Станислав Золотов. Вы не знаете Станислава Золотова? Нет, говорит. Ну как же вы не знаете? Это секретарь Союза писатель России. Написал стихи под нож. Хорошие стихи. Мы почитали. Концзуры нет. Пришел секретарь Союза писатель России. Мы и напечатали. Я говорю, а вот он. Он, говорит, я никого не имею в виду. А ну и хорошо. Давайте я вам тогда анекдот расскажу. Я ему рассказал анекдот, как вышел Жуков от Сталина. И, так сказать, вот он рожа с усами сказал. А тот говорит, верни его немедленно. Когда ему доложил генерал. И вернули Жукова. Он говорит, товарищ Жуков, по вашим показаниям прибыл. Сталин говорит, вы кого имели в виду, товарищ Жуков? Гитлера, товарищ Сталин. А вы кого имели в виду, товарищ генерал? Ну, он рассказал им, и мы разошлись. То есть, вот, так сказать, вокруг нас все время вокруг газеты ходили. Нас выходили в Мольного. Но мы взяли, и тогда вот это была совместная акция Совета Рабочих, РКРП. Вот здесь присутствующие многие в этой астолии. Мы окружили Смольный. В один прекрасный день. Всем объясняли, что сегодня Смольный не работает. На главном входе было шесть. Стояло, так вот, рядов. Стояли, никого не пустили, но у нас был план. Сидели мы с Терентьевым. Григорьевичем, мы рисовали план на каждый вход, чтобы было все перекрыто. Все семь входов. Зантаки знали, что где еще есть входы. Побежали туда, там тоже закрыто. А туда побежали. И там закрыто. И там, где столовая, и там закрыто. Ну, это же работники Смольного. Сказали, нет, нельзя зайти, и они пошли по дому. А тут появился, значит, наш друг, товарищ, вице-мэр Щербаков, который был против Собчака, который написал, Собчак в рак нашего города. В газете в нашей народной правде. И он понуро бродил, там ему представитель милиции, говорит, давайте мы сейчас их, давайте их, повели на переговоры начальника управления. На переговорах товарищ Тимофеев продиктовал убрать это все, что нас, не пропускать народную правду. И тогда мы открываем Смольный. В общем, пошли мы на компромисс. И до того мы тогда объявили, что комендантом Смольного назначаем. То есть это были такие очень боевые дни. Ну и совсем кратко, я не буду продолжать, поскольку пришел уважаемый лектор, совсем кратко, я изложил эту историю очень кратко. Народной правде 20 лет. И она, как и газета, живет, несмотря на всякие другие перипетии, которые все это послуживают отдельно, у Ветера обмена, так сказать, воспоминаниями о том, как раз взорвалась и работа народной правды. Здесь Виктор Аркадьевич был зафорк отделом газеты, Терентьев был заведующим политическим отделом, Нерникова, вам известно, была зафорк отделом и так далее. То есть тут, так сказать, это было такое хорошее легальное, хорошее прикрытие для организации Российской коммунистической рабочей партии. Вот, так сказать, имея это в виду, прошу вас с вниманием отъяснить к этому номеру. Сейчас это боевой орган профсоюзов и рабочих коллективов, которые, так сказать, совместно войти. И хочу отметить, что вот в этом номере на переднем плане члены Российской коммунистической партии рабочие, наконец-то. А то был Владимир Алексеевич, один его высылали. Дескать, у нас рабочие тоже есть. Но теперь есть еще у него идея. Вы получили гадетной номер, нет? Ага. Вот, так что теперь у нас уже картина изменилась. А теперь разрешите предоставить слово заместителю главного редактора гадета «Народные правды» Вашим Борис Николаевич, полковник милиции, между прочим. Спасибо. Спасибо. Не полиции. Дорогие друзья, сегодня мы будем говорить о промышленности и концепции развития промышленности. Вообще промышленность это основа экономической мощи любой страны. И государство не может быть вообще сильным, великим, если нет мощной промышленности, которая, она независима была от тех зарубежных структур. Вот после 90-го года промышленность падала, она упала в разы. И, конечно, очень много усилий потребуется для того, чтобы подъем именно отечественной промышленности был. Есть, допустим, вектор, который дает, вроде и говорят, что это наши автомобильные заводы, типа 5 заводов, наши делают холодильники, наша промышленность делает еще часы, там пылесосы, но вообще это все зарубежные бренды, и это не только бренды, это собственники. И они пришли не как Деда Мороза сюда, а пришли до Тляво, чтобы вообще извлечь прибыль. И в случае какой-то кризисной ситуации, конечно, они будут закрыты. Но о промышленности вообще сейчас говорить крайне не модно. даже вот вчера было двухчасовая 2.40, да, по-моему, президент давал пресс-конференцию средств массовой информации, как российским, так и зарубежным. Вы, наверное, никто не слышал ни одного вообще вопроса из средств массовой информации, а как вообще с развитием промышленности, основ экономической мощи нашей страны. вообще это можно нигде не услышишь. И президент об этом не говорит. Есть концепция, подписанная Владимиром Владимировичем Путиным в 2008 году, в ноябре 2008 года. Концепция социально-экономического развития страны. Кризис ее забыли, два года ее не выполняли, в хаотическом порядке, а именно в концепции заложен приоритет отечественного производства и промышленности и, соответственно, основы экономики. И закупили все зарубежное. Сегодня как раз подводили итоги по скоростному движению между Санкт-Петербургом и Москвой. Вот беда, что продолжается, причем с нарастанием, несмотря, что достаточно очень много сил, много охраны выделено на железнодорожные магистрали, затрачены большие деньги, поустановлено телевидение, установлены другие меры безопасности, а его забрасывают. Тут причина, конечно, не только как можно расценивать террористические акты, а в первую очередь возмущение народа, потому что растет между разность между достаточно богатой категорией граждан и бедной. И вот этот разрыв увеличивается, соответственно, конечно, кто живет между Санкт-Петербургом и Москвой, доходов нет, работы нет, промышленность та, которая была, она вяло текущее состояние или вообще загибается, иностранных туда инвестиций нет, а мы упор, к сожалению, делаем на иностранные инвестиции, и, конечно, возмущенный народ даже на обычных поездах не доехать, а эти проносятся, конечно, вот результат. Конечно, тут достаточно глубокие такие корни. Ну и в нашем движении вот надо, конечно, думать понятно, как Медведев сказал, не приходит президент на всю жизнь. Он приходит на какой-то срок, потом другой, потом третий будет, но так и строй. Он рабовладельцы думали, что они навсегда и будет рабовладельческий строй, поскольку он действительно был более прогрессивный к предыдущему первобытно-общинному. Феодалы думали, что феодальный строй это, конечно, самый прогрессивный, он так и будет процветать, но пришел капитализм, пришел более развитый социализм, произошла контрреволюция, пришел опять после контрреволюции капитализм, и понятно, и он капитализм во всем мире, он все развивается, и под нажимом рабочего класса когда-то будет и социализм. Когда он будет? Через год, через столетие или тысячелетие, мы не знаем, но на все время капитализм, конечно, не останется. Чем более активнее будут, конечно, будет и быстрее другой строй. Но мы должны рассматривать, мы живем в капиталистическом строе, мы патриоты страны, и мы волнуемся за состояние дел в нашей стране, за состояние промышленности, и поэтому вот тут надо рассмотреть в нашем движении, а что бы вообще можно было предложить в нынешних рамках для развития промышленности. Тем более, даже если взять движение, даже в этом плане заинтересовано, что только на крупном машинном производстве могут создаваться и мощные трудовые коллективы, которые будут отстаивать свои права и когда-нибудь приведут к социализму, как первой стадии коммунизма. Как и было это. Но мы живем сейчас в капиталистическом обществе, и мы видим, как капиталистическое общество развивается. Вот смешанная экономика, допустим, к Китаю. Это социалистическая страна, но экономика смешанная. Но есть программы. Это выше, чем концепция развития страны. Если бы был план, а план носит в отличие от программы директивный характер, было бы еще выше. У нас 20% военно-промышленного комплекса. И конечно на 20% конечно был бы неплохо был директивный план. А на остальные 80% промышленности была бы программа. Что такое программа? Программа это последовательность действий. А концепция, которая есть, у нас же нет ни программы, ни плана, есть концепция. Концепция это развернутый замысел. Вот к сожалению развернутый замысел, где заложено было приоритет отечественной промышленности, вот в кризисе отвернулись. Поэтому вот в первую очередь конечно надо посмотреть это где же наши предприятия, которые существуют, куда же идет прибыль. Вот когда коснулось Домодедовым и президент поручил разобраться, где же вообще зарегистрировано, кто же вообще собственник Домодедова. оказалось, что иностранцы, иностранные граждане и принадлежит иностранному государству и это не российский аэропорт, он на территории России находится только. И вот председатель комитета там Госдумы докладывает, что вообще 90% или принадлежит иностранным гражданам и иностранным фирмам и иностранным государствам или зарегистрировано российскими гражданами в офшорных зонах. И естественно прибыль идет по месту регистрации. вот государство должно конечно в первую очередь эти вопросы регулировать. Это же можно вообще решить, чтобы такие как Горьковский завод, на которых работали все, такие же как аэропорты, ведь Домодедово создавали не те, а еще Домодедово существовало и в Советском Союзе. И по многим по многим вот так посмотреть, где же регистрация. Сказать, что это где-то в какой-то газете можно прочитать, это широко не прочитаешь. Второй вопрос, какие можно включить было рычаги, это вопрос об амортизованных отчислениях. Морд смерть, а морд неумирание. И вот не допустить умирания предприятия, предприятий. никаким образом, чтобы мера ответственности достаточно была высокой, не предусмотрена. Поэтому, вот если в среднем где-то 10% отчислялось, и это бы действительно амортизованное отчисление, которое в среднем требуется для обновления основных фондов. то есть раз в 10 лет в среднем по стране, то на самом деле обновляются сейчас фонды это 33 года объявлено о модернизации нашей промышленности. Ну модернизация заключается в том, что вот эти вопросы даже не затрагиваются, а это отчисляется. А потом эти амортизованные отчисления расходуются не по назначению, не для обновления основных фондов, а эти куда-то уходят. И на практике происходит, что не раз в 33 года, а если с 2001 взятие 2010 от 49 до ползли динамика была все больше и больше, 56 лет требуется для основных фондов. То есть при таких цифрах говорить о серьезной модернизации, которая объявлена, не приходится. Да, но даже не говорят. Поэтому вот пресс-конференции я сказал, что на пресс-конференции ни со стороны журналистов, ни со стороны президента этого нет. И это отражает в целом вот как вообще население настроено, да и сказать, что рабочие где-то здорово боролись за свои предприятия и заводы, такого тоже нельзя сказать. Так, например, вот в этой газете опубликованы и достаточно мощно сейчас поднимаются вопросы совершенно правильно о выводе промышленных предприятий из городов. Есть такая программа. Есть такая программа, поэтому как вообще происходит? Вот в Москве, где, казалось бы, все у нас самые первые лица страны собраны. Как разрешаются заводы? Вот салют. Посещали даже первые лица государства нашего. Так вот, выжил за счет только зарубежных поставок. Выжил, показали, что мы можем производить лучшие в мире двигатели для военных самолетов. Но поскольку стоимость земли достаточно высокая в Москве, разными путями салют пытаются вытеснить. Так же, как и ЗИЛ. У нас вот Шашкарев, какого он разряда, Михаил Алексеевич? Самого высокого, шестого разряда автоматических линий. Да, наладчик автоматических линий. Уж казалось бы, высочайший специалист. Получает 8 тысяч рублей, работает три раза в неделю. На ЗИЛе? На ЗИЛе, да, на ЗИЛе. А сейчас не работает вообще. И периодически ЗИЛ вообще не работает. Площади достаточно большие. И вот такая же ситуация. Почему? Потому что третье транспортное кольцо, река Москва, очень привлекательные земли. И специально не дают никаких заказов для того, чтобы вообще уничтожить. Такая же беда это на ЗИЛ была. Волгоградский проспект, метро текстильщики достаточно оживленные. И тоже сначала под эту программу, эта программа не пошла, и пошла другая программа. Завода нет. Такой же рядом шарикоподшипник завод в районе метро текстильщики. И то же самое в Ленинграде. Все наши хотели Балтийский завод, Адмиралтейский уже было много заходов для того, чтобы эти земли освободить для торгово-развлекательных комплексов, жилых домов, которые бесплатно, как вы видите, не раздаются. И вот сейчас удержали. Почему? Да потому что, ну как же, у нас зарубежные заказы, вот надо выполнять. И тоже за счет этого держатся. Та же и танковая промышленность удержалась за счет зарубежных заказов. И вот когда обсуждали вопрос, что по Мистралям, вот закупают 200, ну 200 миллионов евро, это вот голые корабли, и 400 миллионов евро, это с полным оснащением. Два вертолета носа. На базе сделаны гражданских судов. И вот создатели, которые там со звездами героя говорят, да мы у нас бы лучше вообще, мы же более мощные делали вертолетоносцы, их же порезали, но потенциал-то остался, надо дать заказы, но заказы не дают. Вот, и в результате этот вопрос тоже повисает, и деньги утекают, там будут разрабатывать, там будут создавать, а здесь рабочие и места, инженерно-технический персонал, вот таким образом остается без работы, и сказать, что в этой области идет активная борьба, нет, как-то просочилось по телевидению, когда Владимир Владимирович Путин посещал Тверской завод, да, конечно, в кризис очень дело серьезное, поэтому мы привезли компенсации денежные и рабочий, говорит, Владимир Владимирович, вы не дайте нам, не давайте нам компенсации, а дайте нам лучше заказ, разместите заказ, мы сделаем вагоны Тверского завода, которые требуются на железной дороге, мы получим зарплату и завод будет работать. Ну вот сказать, что вот государство достаточно жестко эти вопросы регулирует, конечно, нет. Разместил заказ, разместил заказ и пошли Тверские, ну сказать, что это вот на потоке как-то развернулось и по всей стране, этого нет, потому что естественно идет борьба, борьба между комбрадорской буржуазией и национальной буржуазией, каждый извлекает прибыль, но национальная хоть за национальную борется промышленность, поднимая отечественную экономику, а комбрадоры извлекают достаточно большую прибыль, а все понимают, что вообще неплохо бы страну разделить на части, на части разделить и сдерживает только мощное еще советское время, когда создано было атомное оружие, еще наш потенциал военный, который находится на защите наших рубежей, ну это очень слабые такие позиции, поскольку они, почему слабые позиции, потому что их тенденция все меньше и меньше, вот если сейчас несколько лет не будут закупать танки, что будет с танковой промышленности, не будет танковой промышленности, если на авиазаводах мы выпускали в 90-м году 200 гражданских самолетах, аэрбаз 100 выпускал, сейчас аэрбаз 400 самолетов, англо-французский, а мы 10 самолетов выпустили в год, ну понятно заводы в 20 раз, но не могут они, поэтому конечно вот это тоже должно государство регулировать. Теперь ставится вопрос, что вот если бы взять кредиты и вот бизнес должен взять кредиты и развить какую-то промышленность, ну мы знаем вот ставка рефинансирования у нас 8,5% по ставке рефинансирования у центра банка возьмут коммерческие банки, накрутят свои проценты, ну кто 10, кто больше, кто меньше, и берите такие кредиты. То понятно такой рентабельности нет, поэтому сказать, что рынок сам себя отрегулирует и коммерсанты вложат в промышленность, таких мы знаем и такого развития нет. зарубежные предприятия там ставка рефинансирования есть и 2%, есть и меньше, то там как-то они еще берут, как-то реализовывают. У нас же была вообще и под 20 была ставка рефинансирования, а что банки, как оставщические конторы действуют, взяли и раздают, обогащают банки. Даже когда в кризис половина золотовалютного и стабилизационного фонда была отдано коммерческим банкам, они тут же отправили половину наших запасов за границу. Вот эти, конечно, вопросы государство должно регулировать и можно же под имея программу развития, под какую-то промышленность взять и прямо из центра банка под совсем другие проценты и запустить производство. Но этого не происходит. Как в Китае делают? Есть государственная программа развития железных дорог. Не купили сименсы немецкие, а сделали свои. Причем они еще быстрее ходят, чем наши сименсы, чем по Германии ходят поезда в полтора в два раза по Китаю. Самые скоростные поезда в мире сейчас. Да, 400 километров Михаил Борисович подсказывает. И они взяли, что 9000 километров за время кризиса и ближайшие 5 лет построят 9000 километров скоростных магистралей по стране. Это государственная программа. Что они эти железные дороги берут из коммерческих банков? Конечно, это под государственную программу и беспроцентные. Так же, как сельское хозяйство. Вот как можно развить сельское хозяйство, если государство, они поддерживают сельское хозяйство. Вот Китай поддерживают. Там беспроцентно все, что связано с сельским хозяйством, там беспроцентно. Но в нашей стране пока этого нет. Но зато есть льготная категория граждан, куда тоже можно государственное регулирование запустить. Вот есть у нас плоская шкала налогообложения. И все облагаются 13-процентной шкалой налогообложения. Если уж сейчас часто говорят, вот надо смотреть, как в развитой демократии, в развитых странах, в развитых странах, в Европе, в Америке, прогрессивная шкала налогообложения. Нищие вообще освобождаются от налогов, а богатые заплатят и 50 и больше процентов от прибыли своих и сверхприбыли. То есть таким образом государство, получая деньги, оно становится богаче и могут направлять в разное. И в промышленность, в развитие промышленности, если есть программа, и могут направлять на социальные вопросы больше при капиталистическом обществе. Но вот эти вопросы тоже не регулируются. Это дало бы тоже возможность поднять нам и промышленность. Следующий вопрос, откуда для промышленности и в целом и для страны взять деньги, это можно рассмотреть так же, как пример, взять сегодня штат. Вот если взять вопросы на средство, там до миллиона долларов ничего не надо платить государству, а если имущество составляет более миллиона долларов, заплатят больше половины от стоимости. Так во многих странах. У нас же у олигархов там и по 20 миллиардов, у Лисина 18,8 миллиарда, у Прохорова, который 24 миллиарда, у Прохорова, который сейчас возглавил правое дело, 18 миллиардов, ну и так далее. то есть десятки миллиардов долларов находятся и если уйдут из жизни, какое в рамках наследственного дела? Получат по наследству все остальное. А так заплатили бы государству, там под 80% заплатили бы государству из этих сумм. Вот деньги для развития, для развития промышленности, которые можно уже и составлять программу действий. Ну и вот сказать, что по промышленности какие-то вот сейчас делаются очень серьезные движения, нет. Вот, например, кому поручили работать концепцию социально-экономического развития страны? Всего двум вузам высшей школы экономики, крайне с гнилым либерализмом и Академии народного хозяйства. Разве могут такие два вуза рассмотреть такую грандиозную задачу, как концепцию развития страны? Конечно, нет. Причем кто за корректировку концепции отвечает персонально? Я вот такого не услышал, что за корректировку концепции отвечает первое лицо такой-то. И сроки какие обозначены? Когда это будет, когда выносится на утверждение доработанная, скорректированная концепция? Да, да. Поэтому о Ленин. Вот ленинская идея. Вот уже в 20-м году был разработан единый хозяйственный план развития страны, который предусматривал удвоение. Ленин обращался разработать государственный план, единый хозяйственный план, обращался к российской академии наук. Кто вообще мешает, сейчас же существует Российская академия наук. И кто мешает обратиться к Российской академии наук для того, чтобы эти вопросы были на достаточно гораздо высшем уровне отточены, доработаны, чтобы и страна развивалась. Но этого не происходит. И даже по ленинскому плану, если нефтеперерабатывающие заводы где размещались, вблизи где их добычи. То есть ставилась задача вторичный продукт выпускать, то есть высокотехнологичный. Концепции сказать, что вот теперь по той концепции, которая даже еще не идет, не реализовывается в полном объеме, сказать, что есть в концепции чтобы мы ушли от нефти и их производили хотя бы бензин, масла, керосин, солярку, авиационное топливо высокого качества, экспортировали за границу. Вот такого тоже нет. Оборудование откуда закупается оборудование? закупается даже для такой ведущей отрасли, где живет вся страна, в основном за границей закупается. И интеграция идет с заграницей. Хотя уж вот все мы держимся за счет нефти и газа. Но и здесь вот даже вот такого государственного жесткого регулирования нет. Ну и если смотреть вот так и разрабатывать предложение, что тоже должно в концепцию развития страны войти для развития промышленности. И если наше объединение будет заниматься, то выиграет страна и наше объединение и все люди. Спасибо за внимание. Пойдем к вопросам. Есть примеры борьбы работников за оборудование? Я как сказал вот достаточно каких-то серьезных примеров нет. Борьба есть. Борьба есть. Борьба есть. вот например Красная Сормова Красная Сормова когда две подводные лодки Барракуда самые лучшие в мире которые ни один радар не могут ловить плакали но резали одну подводную лодку хорошо другую подводную лодку спасли в Индию продали а наверное пример хороший вот у нас Северный завод возглавил Гордымов Герр Петрович генеральный директор завода Северный завод Северный завод да это ракеты которые защищали это земля 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 воздух и вот он тогда подписал у Виктора Степановича Черномырдина который был председателем правительства подписал что будет финансирование государственное и доказал что наши ракеты лучше чем Першинг но придется же Першинг закупать потому что нету заказов рельсы заживели не выпускаем мы продукцию подписал и пообещал деньги будут вот приехал на Северный завод но это же защита завода приехал на Северный завод собрал директорский корпус завода смежники и сказал давайте запускаем продукцию и поскольку председатель правительства заверил деньги будут и будут наши отечественные ракеты но запустили производство из всяких резервов продукция пошла а денег нет поехал поехал к москву его не приняли второй раз и вот и потом Виктор Степанович побыл в Европе в очередной раз и заявил что на Рено Рено будет на Москве и сейчас на Волгоградском проспекте часть где моторный завод загубили где объем инвестиций составляет 150 миллионов долларов Рено пришло туда но под 400 миллионов долларов где были станки закуплены где мы самые лучшие должны быть двигатели это выброшено но в Питере будут троллейбусы и вот опять стал товарищ генеральный директор на защиту поскольку когда троллейбусы итальянские приехали представители итальянских троллейбусов он повел в цеха вот цеха новые только что построены мы их еще ничем не начиняли вот нет не нужны нам эти цеха какие же вам нужны а нам вот эти цеха нужны то есть старые цеха где производятся ракеты то есть они бы пришли сюда и стали выпускать троллейбусы но взамен тех ракет которые мы выпускаем для защиты страны и он говорит нет пока я генеральный директор такого не будет и действительно вы знаете троллейбусов в Санкт-Петербурге нет но вот такой как генеральный директор вот он защищал здорово завод и продукция профильная сохранилась и троллейбуса не допустил взамен профильной продукции сказать что вот где-то на заводе где-то такая активная борьба вот у нас пожалуйста Кировский завод какая основная деятельность Кировского завода на совет директоров принято сдача площадей в аренду ну много там рабочих было много а кто в защиту выступил нет болезнь проблема проблема не встают на защиту своих заводов уходят сдают позиции и только плачут поэтому конечно вот это тоже вот если бы вот это дело возглавить конечно потянулись бы и рабочие и за свои заводы ну это видно вот так по себе само по себе не доходит но на это надо вот подсказать еще вопрос про вас еще ну я вот такой может кто-то знает такую борьбу именно за сохранение заводов активную борьба есть ну сказать что где-то вот сказать вот на этом заводе активная вот я иду по Нижнему Новгороду такие вот плакаты висят что каждое второе орудие было создано в Нижнем Новгороде и Единая Россия за то чтобы Нижнему Новгороду присвоить воинскую славу ну что рабочие говорят да как вообще Единая Россия с этим может выступать когда этот завод уже практически не существует который выпускал пушки он почти все его нет уже да в прошлом да а что сейчас а вот до этого состояния вели сказать что это же наша и национальная безопасность сказать что на том заводе выступят тоже нет ну кто знает пожалуйста можно выступление привести это изолировать всех лидеров которые пытаются объединить друзья ну в борьбе разные же методы может быть и конечно такая форма есть конечно есть и вот у нас вот у нас я кого приводил который вот сейчас не работает на зиле наш боевой товарищ ну вот попробуй там организуй ему не удается он бы может и организовал борьбу за живущий завода вот как приятно когда я после парада 9 мая поехал вы видели парад на Дворцовой площади ну во-первых на Дворцовой площади принимали это руководители стоя в том числе и командующие западным округом куда входит сейчас и Московский округ куда и Северный и Балтийский флот входит вот и вот меня пригласили я был на отечественном автомобиле на котором принимали парад на Дворцовой площади очень приятно но это сказать что на потоке нет аналогичные машины были выпущены я был в Жуковске когда автобронетехники была выставка и вот и Владимир Владимирович там прилетел на четырех вертолетах очень все хорошо вот посмотрели ну и показывают вот не хуже хаммеров но наши брянского завода вот волк вот это тигры вот эти на которых сейчас принимали парад мы уже тут солерса закупили солерс то есть итальянские вот и наши заводы не развиваются где борьба вот пожалуйста мы понимаем что если в Москве на зилах а зилы мы знаем Назарбаев еще в 2008 году заказал а для Казахстана а в России с 90-го года зил не упускается то есть сколько этому зилу который принимали парад 66 лет победы 65 лет победы ему 20 лет ну да сколько он может это вот мы пока на чем вот это ну хорошо вот это сейчас последний показали ракет сказать что вообще все стоит на и лежит на животе так нельзя потому что конечно есть и прорывные технологии есть и новые разработки ракеты какие-то показали и в Москве и в Санкт-Петербурге конечно есть но мы понимаем что наша страна конечно заслуживает гораздо большего развития и уделения промышленности чем сейчас уделяется вопрос еще спасибо спасибо вам извинения Владимир Михайлович сегодня говорилось в начале 20-летия газеты Народная Правда Народная Правда поставил вопрос о сохранении отечественной промышленности в 1994 году в первый раз надо сказать что у коммунистов не сразу вот это церковь в массе коммунистов не сразу образовалась потребность защищать промышленность надо сказать даже вот у меня не было такого беспокойства казалось что наши передовые отрасли оборонные я так немножко представляю себе что это такое я думаю вот сейчас разрешат богатеть они выйдут на внешний рынок и будут там так сказать живеть это несправедливо конечно потому что Россия вся Россия встроена вся Россия в них деньги несправедливо но тем не менее как-то думалось что развивать производство это прибыль большая и капиталисты с этим будут справляться и они будут это делать но наша задача в этих условиях как в 13-м году там в 14-м поднимать рабочих ну вот выяснилось что это не так и что сейчас в общем-то промышленность ну она дошла до ручки и есть такая форма разные могут быть формы борьбы например вот на российском комитете рабочих начиная с видео на 90-х ставятся вопросы о сохранении промышленности ну вот в частности вот тот же Борис Николаевич Гавшин в частности такую форму борьбы он знает лично многих так сказать включая Путина в руководстве и он так сказать писал письма о необходимости сохранения с Михаилом Васильевичем в частности в соавторстве и сейчас я читаю вот выступления в коммерсанте в комсомольской правде та же фразеология путинская вот она во многом совпадает с фразеологией вот Бориса Николаевича то что он сейчас говорит то есть ну разные могут быть формы борьбы и полностью так сказать предвидительно относиться к такой форме как вот написание писем и попытки так сказать что-то разъяснить людям наверху они дают успех и вот сейчас буквально в самое последнее время пошел два публикации в том числе газета комсомольская правда это наиболее тиражная нынче газета 35 миллионов там были на прошлой неделе два материала это про то как уничтожили ЗИР и про то как уничтожили Тушинский машиностроительный завод это один из основных тоже крупнейший завод в Москве он не так известен как ЗИР но он выпускает чисто оборонную продукцию современнейший завод тоже до такого же состояния довели причем репортажи шокирующие с фотографиями но нам пока рассказывал Шишкалев что на ЗИРе делается но вот одно дело рассказали другое дело показано как вот в Припяти в Чернобыле вот пустые эти цеха красальные там 340 гектаров ЗИР из конца в конец около часу идти там общественный транспорт ходит там полг ГАИ располагался для регулировки движения на ЗИРе автобусы ходили и так далее и вот сейчас это мертвый город с развалинами с разбитыми окнами из цеха все там срезаны все коммуникации все трубы срезаны причем корреспондент в комсомолке говорит охрана на завод не пускает ни в коем случае не под удостоверению у нас режимный объект дали 500 рублей уезжай спокойно и видимо значит там эти газели кто там тажики ездят сборщики металлором но там вот все вывезено срезаны трубы разворованы весь потанки содраны страшный вид как после бандежки у завода и вот Шишкалев говорит что вроде как они формально 3 дня в неделю работают приходят на работу как Василий Каравич говорит где-то у нас что-то есть так вот реально ЗИР не работает почему потому что задние мосты поставляют из Рязани а Рязанский завод закрытый обанкрочен то есть ЗИР как бы есть оборочка такая что он вроде как бы работает оборочка а реально он продукции последние несколько месяцев не выдает с марта месяца те люди которые приходят туда по около 10 тысяч по-моему меньше даже там 100 тысяч работников в свое время они приходят сидят за тарифтом 3 дня в неделю и около 5-8 тысяч по-моему зарплаты им за это платят ну и пенсионеры у которых еще там тысяч 10 пенсии они туда ходят вот и Тушинский завод ну вот такие материалы пошли и материалы в общем-то они настолько шокирующие вот я в интернете эти материалы вижу там комментарии и народ конечно бурлит по этому поводу что вот стрелять надо не фашистов и педофиров конечно в первую очередь а причем там описано очень так взробно особенно на ТМЗ как туда пришла команда молодых менеджеров как-то зордер команда как ее там называют и как они там нагло себя вели первым делом переставили зарплату платить все разворовали как там рабочие чуть их там убить не хотели очень такие хорошие надо сказать капортажи в этом вот в частности вот как говорится в Библии да это как-то торчите и отверзится если так сказать ну случите как-то там торчите и отверзится что-то торчите и отверзится вот это вот какие-то здесь движения кто заинтересован уничтожение промышленности у нас такие векторы во-первых это иностранные конкуренты особенно что касается воронной промышленности кстати по поводу тамповой промышленности у нас сейчас можно сказать уже несколько месяцев как на последнем оставшемся заводе в Нижнем Тагиле цех по производству новых машин закрыт и занимается Нижний Тагил вагонзавод знаменитый последний оставшийся у нас как сейчас ученые говорят жизненным циклом продукции то есть попросту говоря капитальным ремонтом того что уже выпущено пока но он не разворован пока но он не работает цех по выпуску новых машин и вот аналогично практически все заводы потому что даже вот то что работает что-то там к сожалению масса иностранных комплектующих даже на выпускаемых у нас кораблях хотя это запрещено вот скажем электрические щиты итальянские потому что наши не у кого заказать те же тоже электрический щит тоже много еще там же масса комплектующих у каждого завода была масса смежников поэтому то что корабль выпущен на Бахтийском заводе это не означает что это русский корабль сделанный в России целиком там масса комплектующих массовая зависимость потом значит легковое автомобилестроение душит у нас Рено-Ниссан АЗР-Каз губил Рено-Ниссан сейчас автоваз практически губит Рено-Ниссан новые автовазы Гранты вот то что делают это разработка Ниссана ну видимо степень локализации там достаточно высокая по комплектующим российская но разработка это уже не автовазовская научные всякие центры конструкторские КБ там сокращаются если у нас до недавнего времени в политехе обучалась группа гиберц автоваза целевиков сейчас эту группу убрали то есть там инженеры разработчики ненужные новые вазы отечественные вроде как они из местных здесь делаются здесь собираются все но вот они собрались как сказать сконструированы французскими японскими я не знаю Рено-Ниссан чьи там инженеры вот значит это вот нужно во-первых иностранным конкурентам потом в общем-то и русским капиталистам вот здесь у нас был разговор вспоминал один товарищ что еще летом 17-го года как в каком-то там офицерском собрании ставился вопрос о том что надо бы большевистскую заразу из Питера чтобы искоренить надо вывезти заводы из Питера и конечно вот это уничтожение завода хотя что делают сейчас берут планы какие взять адмирактейский завод взять северную вверх взять бактийский завод и все их вывезти в Кронштадт а в Кронштадте же там тоже непростое место там трассальный морской завод уникальный и как я понял вот на базе на остатках этого морского завода из четырех крупнейших уникальных заводов сделают какую-нибудь живопытку по ремонту потому что иначе просто ничего не получится кто туда будет ездить на работу в Кронштадт если все будут ездить туда по дамбе это ну это нереально это уничтожение уничтожение рабочего класса и доведение населения России до 15 миллионов необходимых для обслуживания трубы это вторая тенденция боязнь рабочего класса и уничтожение рабочего класса вместе с заводами и третье это просто вот как мне видится лень некоторая здесь даже относительно прогрессивным политикам как там Путин Иванов, Сечин она присуща то есть просто вот лень это надо бегать что-то организовывать людей искать людей назначать контролировать вроде как на рынке вот рыночек как домохозяйка идет на рынок вот тут дешевле тут лучше я тут куплю вот за границей а даже если дороже все деньги не мои там вот сервис весь обеспечит там только заикнись что я у тебя хочу купить выбегут обеспечат сервис тебе там накормят напоят в гостиницу у себя поселят вот это вот такая тенденция надо сказать в Министерстве обороны очень сильно имеет сторонников там был сторонник откровенно прозападный первый замминистра занимающийся покупками Поповкин но его все-таки убрали из Министерства обороны что является нашей большой победой но 20 триллионов которые на оборону будут делить его отодвинули но там даже среди рядовых офицеров ну относительно рядовых конечно там такая тенденция что чем в командировку в Барнаул там куда-то в Челябинск поехать проще же поехать в Германию там откатики вывели в Италию там гостиницы поселят там посидишь тебе эти танки там или бронемашины оттуда привезут сервис устроят тебе все устроят ты только сиди так сказать и тебе будут еще аркадики нести поэтому это в общем-то такое распространение получило широкое вот это вот лень и в общем-то конечно надо понимать что полностью заинтересован только рабочий класс в развитии сохранения развития производства а политики даже прогрессивной вот от них толку не будет но здесь есть тем не менее и есть продвижение прогрессивное все спасибо спасибо кто желает можно еще ну я самое хочу все что добавить это развал Советского Союза а это все это же задумано давно картером еще программа была поставлена развала Советского Союза а сейчас мы пожинаем что конкретно была программа поставлена вовлечь Советский Союз в гонку вооружений то что они видели в этом деле обанкротимся и все поэтому вот этот фактор фактор никогда не надо забывать то что составляет как говорится какую-то опасность они же не задача конкретная правильно это же ракеты это же я не знаю смотри я говорю я рассказывал в городском договоре молодым лейтенантом я танковый я танковский договор всех АЦБ были из капиталистов вы понимаете я кажется еще молодой лейтенант но я увидел их реакцию на то как на наши выстрелы когда мы попадали а еще делали упор на что наставляет стрелять по большим делям вмещения в учениях в СМС-сорядах например ставить на А мы делали чтобы эффективно было снимали колпачки в СМС-сорядах у них были конечно доски в древес и как они на это реагировали я там был дежурным но до сих пор не помню и поэтому когда вот недавно я увидел здесь Кашин советник был наших СМС-сорядах потом вот Кашин поменял я мельком по телевизору не смотрел поэтому не надо забывать мы сейчас пожинаем и поэтому кто уберет здесь просто я думаю что такое надо убирать иначе 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 и не только будет рабочий класс за тех, кто хочет здесь жить мы скоро что взяты кто еще кто там помещает работают знаете у меня такое впечатление что администрации нашей ну того чтобы он развивался нормально функционировали они совершенно в этом не заинтересованы работаем и работаем там все хуже вообще что на самом верху тоже что плевать ну как вот им дело-то не в том если они действительно возьмутся за дело и начнут поднимать экономику мне кажется они долго не просидят вдвоем через некоторое время там будут сидеть другие люди то что что говорится в Кремле то же самое в нашем заводе так сказать модель всего того что происходит наша администрация ну совершенно не заинтересована ну ни в чем ни в чем-нибудь бесполезно показывать недостатки тоже бесполезно то получается работяга он сам заинтересован в том чтобы вот действительно ну совершенно неинтересован работаешь и работаешь и ладно ну выйди работай да и еще вот вы говорите неактивный у нас очень неактивный до армии там покопается как раз товарищ я тоже значит работал ну правда не на заводе вот и там тоже такое впечатление что менеджменту выгодно когда все затянуло вот и такое впечатление что некоторые производства берут просто чтобы отмывать деньги или законным путем обосходы оказывается убыто а насчет то что молодежи нет действительно в разных местах и примерно где-то на один цех надо учитывать что идет демографическая яма в армии либо в милиции либо в районе и таким образом покупают места там где они более востребованы и уже из завода никого не остается ну а сфера обхоживания она дает свои человек например который радаром он в честном результате своего труда ему главное впарить кому-то чего-то если он работает на производстве ему вот надо деталь сделать там уже не впаришь там добывки посадки там возьми проблемы как бы бывает при подъеме производства достаточное количество молодежи не забыть кого мы здесь представляем мы представляем не плакающих правящие нашей промышленности что мы урочены частица суда страсти так что это уже не надо делать потому что это нам соврали то пожалуйста показан бедев который чистится обами однозначно говорится о новом сажают и прочее товарищ Сталин за голову схватился это вот то что мы сейчас говорили я хочу сказать и надо это прекратить стонат потому что не будет я хочу сказать что история этих стонов она не в одно время с подачи некоторых наших рабочих движений развивалась такая позиция и партия труда пыталась удалось вот дескать наше дело рабочих сарплату повышать и уничтожить эту самую тему капиталист будет социалистическую цифру а еще не будет сразу будет я хочу сказать что к этому вопросу о том как уничтожить капиталист убрать этого уберите что не убрали это детям или внукам кому вы передаете это убрать я думаю такие слова сейчас убрать пустые слова давайте думать как убрать что значит убрать кто самый заинтересованный в сохранении рабочий класс зарплате он заинтересован будет заводов нет зарплат сколько у нас было он Дима Ефимов покой ходил показывал нам лестники 600 тысяч нету Димы нет завода нету нету кто будет отдавать кто будет платить не будет производства не будет рабочего класса не будет рабочего класса не будет социалистической революции эта вещь вопроса социалистической революции упирается в какой вопрос вопрос о производстве вопрос о производстве не оборганизован некого организовывать Владимир Митриевич кого организовывать будете вам рассказывают старики вот на 30 лет разница то есть если не будет производства живого действующего и будет рабочего класс не будет рабочего класса не будет социалистической революции мы будем три почами тогда со всеми своими там революционными поэтому вопрос первый мы должны для себя сказать о поддержке нашей промышленности и промышленности это вопрос прежде всего рабочего дальше что касается союзников может ли союзникам часть какая-то быть в буржури более как союзник то что от буржуазии ничего ожидать это вот здесь никогда то есть если будет рабочий класс бороться за хранение своего производства пикалёва боролись ну и прикатился и путин не боролись бы если представить правкома не вышло и не организовал на перекрытие дорожных магистралей и путина бы не было и эти вы не призвали в этих олигархов или вы помните как полтора года не платили зарплату то сделали люди а во первых они не уходили в предприятии в отличие от наших деятелей как ожидали то сказать за границей зайдется и нет а во вторых они перекрыли транссибирского магистраль и эти вот прокуроры чесали репу что если мы вздумаем сейчас уголовно наказывать а вышло столько много люди возьмут просто железные палки и искать нам это по головам поэтому никого уголовно но это уголовное таскать и никак не наказали не на как то что если народ поднимается в целом от народ вместо того чтобы пока у нас рабочего первых он продолжает думать что вопрос о сохранении производства это вопрос потом что останал ничей точки зрения теоретической то чтобы рози и может развивать производством а также она в америке права же час crit thisw SPEAKER 1 gäller израиле разваливается производство на мощного рабочего Broward if Projsigan сохраняется или во франции разваливается производство или нет то есть я хочу сказать что такую глупость читать что это уже зейдоскать не может вообще для rusty сохранять Приложая это мы тоже не должны делать грубо дело что нас хотят зал других стран то сказать и И наши капиталисты, и вытащить, и закрыть, и ненужное. Пусть здесь будет труба, и несколько человек обслуги этой трубы. Вот что хотят сделать из России. Прямо уже пишут, пишут, как разделить на 55 частей эту Россию. Поэтому понятное дело, что мы пользуемся, но это должно быть делаем. Но у нас вот передовики. У нас передовики есть. Вот это сохранение течения. Вот я вам констатирую, вот мы их тянем за аркан. Сказали, они приехали, что это работает. Нет, некогда. Я сегодня вот это ощущал. Я приехал с газетой на первой. Там все заняты, у них конференция была. У них вопрос о форах. И они даже со мной как особенно говорили, дали почитать бумажку. Я там про какие-то правки предложил. И мы, так сказать, я уехал в фортовый комитет, товарищ Петров, и ему тоже. Годет отвез. Поскольку никто от них-то не приехал. Они же вот такованные, мощные, доперы. Там, кстати, производство идет, и молодые люди там есть. Они думают, что они при капитализме суть более-менее неплохо. Грузия соединенная, она сейчас вообще соединенная. Она думает, как тебе какая-нибудь шишечка воней. Поэтому сейчас не улучшишь свою зарплату в одиночку. Не повысишь свое предположение в одиночку. Сторонные изменения дел взяли и преобразовали. У них было пять компаний. Сейчас уже вторая северная компания. Уже раз, и о, марпорт, а спокойно уже включил. А Перстяков говорит, мы не будем соглашаться на сохранение норм политического договора, потому что там вот такие. Вас уже не будет сейчас. Я хочу сказать, что в этих условиях наше профсоюзное движение, ныне коммунистическое движение, не мобилизовано на сохранение, как предателей, изменников Родины, тех, кто закупает чужое и не производит свое. И деньги все отдает за границу. Все деньги уплывают за границу. Вот где деньги, где все рассчитано, сколько у нас денег. Денег у нас море в стране. И эти деньги надо, так сказать, воровывать, значит, надо требовать. Ясное дело, что мы поэтому должны смотреть на свою программу. Вот мы программу напечатали вновь. Программа Федерации Процессов России. К сожалению, из этой программы люди выискивают себе маленькие кусочки и не занимаются как раз вот этими проблемами. Это главная проблема. И проблема вывод промышленных предприятий из городов. Общее уничтожение предприятий идет медленно, как считают. Медленно. А вот если взять и начать выводить промышленность из городов в зоны, вот будет быстро. Такая вот людоедская программа, вроде ее не принимал никто. Ни дух, правительство, правительство. Кто, так сказать, тянут и тянут. Кто не принимал, а что такое выгнать? Я из городов. А кто создал у человека труд, то есть трудящихся долой. Из кого оставить в городах? Не трудящихся. Говорит, мы ради культуры, ради экологии. А для кого экология? Рабочих долой, инженерно-технических работников. В зону. Приезжайте вот на Тольцевую автодорогу там, где вот Несан и Фонде. Там же помойки, там настоящая зона такая. Гонь такая, страшно мимо проехать один раз тяжело. А там работать надо по 8 часов. Что такое зона? Чтобы не было там ни культурных учреждений. Вот сейчас приехали сюда на учебу, потому что вы не из Кронштадта приехали. А вы доберетесь к Кронштадту. А если еще куда-нибудь загонят, как этих самых загнали наших фордовцев, давайте туда подальше от города, в зону, чтобы от политики оторвать, от культуры оторвать, в театр, чтобы не ходили, музыку, чтобы не слушали и так далее. То есть это страшная угроза. И я думаю, что надо ее российским театром. Вот человек и заклеймил. Некоторые говорят, зачем так уж сильно вы назвали? А как еще называть? Тудаецкая практика. Вы хотите уничтожить что? Где у нас сейчас население основное? 70% в городах. Что является основой городов? Промышленность. Что основа, так сказать, населения? Рабочие. Технические работники. Наука, которая с этим связана. Прежде всего, техническая наука. Прежде всего. А гуманитария, они сегодня одно говорят, завтра другое. И это известное дело. Следовательно. О чем стоит речь? А что тогда, значит, а что в чем состоит уничтожение России? Это и есть уничтожение России. То есть вывод промышленности из городов, в зоны. Это уничтожение России. И вы на это смотрите, у нас уничтожает Россию, а мы это здесь помалкиваем. А мы решаем, дайте нам на 5% больше зарплату. Зарплату дадут на 5%. А потом уничтожат твой завод. И не будет завода. И не будет вообще зарплаты. И вы уйдете. Годик, так сказать, помыкаетесь по этим. Говорят, вчера мы разговаривали с нашим хорошим депутатом Зуйковым. Он, да, да, послушали ему, дали газеты. Он почитал. Завтра у нас о пенсиях будет вопрос. Я говорю, ну, Владимир Владимирович, ну как не будет заводов? Ну, из чего вы будете платить пенсию? Ну, из чего вы будете платить пенсию? Медиком будете? Из чего вы будете, если не будет там электросилы, да? Или не будет металлического завода? Из чего вы будете пенсию платить-то? А это как-то сценарий должен? Кто-то должен. Вот поэтому вопрос о том, что у нас, значит, это вопрос о коллективных действиях. И я думаю, что если мы там говорили, что нужно научиться хотя бы с одним там своим директором посражаться, ну, нужно еще... Поэтому вот то, что мы опубликовали, народную правду, считайте, что это вот призыв к мобилизации, так сказать, народа и рабочего класса, во-первых, всего, что мы должны понимать, что на заводе пенсионные вопросы не решишь, медицинские вопросы не решишь, льготные всякие вопросы не решишь и так далее. То есть мало что можно решить на заводе, а соединенными усилиями только можно делать в профсоюзах. Раз, есть Федерация Процессов России. Раз, есть, так сказать, там Российская Коммунистическая Рабочая Парта, есть Рабочая Парта России. И вот мы должны эти вопросы поставить в угловые угла и, я думаю, более резко ставить вопрос. То надо этих самых не просто рассказывать, как нам плохо со сладострахием, а надо их клеймить как изменников Родины, предателей России, в главе с президентом, который совершенно однозначно, это уже все фиксируют его дружки, что он все это сориентировался на Запад, он освобождает коррупционеров от ответственности, все изменение законодательства идет к тому, чтобы не наказывали. Он и все это, сам этот лозунг модернизации, он направлен, ориентирован на Запад. Почему? Потому что, если бы, скажем, Сталин вставил вопрос, он сказал так, давайте сделаем программу, чтобы мы через пять лет бы их превосходили. Современные надо делать технику, а та, которая через пять, через десять лет будет лучше во всем мире. А они тоже, кстати, не лыком шиты, еще неизвестно, какая будет, если мы будем делать с опережением. А он говорит, давайте современные, а современные давайте лампочки купим у китайцев, у Филлипса. Вот лампочками ходил, как куручев с кукурузой, так это с лампочками. Давайте, говорит, сколько ни в коем случае больше, чем сто ватт не включайте. Да я возьму по сто ватт и сделаю тысячу лампочек, сделаю такую иллюминацию. В чем проблема-то? Что-то делаем-то? Или если, давайте, мы вот сейчас наштампоем в рамок, и будут стоять на каждого. И стоят они, и что? Это, подумали люди, или вот инициативы каждый день. То есть я хочу сказать, что нам нужно однозначно, значит, вот мы поставили вопрос, что сейчас будут ходить и просить, поддержите на выборах и так далее. На выборах поддерживают только те, кто поддерживает эту программу коллективных действий, которые вырвутся над профсоюзами. ПИГДовыми профсоюзами, это авиадиспетчеров, докеров, защита труда принято. Вот никого больше не поддерживаем. И даем вопрос о том, что надо, так сказать, выгонять тех, кто требует, вот собирается какую-то инициативу. Народный фронт никакой не народный, если он эту программу не будет признавать. То есть я думаю, что нам нужно сориентироваться на такое совместное решение российских задач. Потому что вопрос о сохранении промышленности только вообще российским образом. Требовать от буржуазии, чтобы она свою роль как буржуазия упала. Марс писал, что буржуазия, ее историческое предназначение развития производительных. Что-то не развивает, он не буржуазия, он из только липового прикрывается своей частью. Ленин писал, что мы страдаем от двух вещей. От капитализма и от неразвитости капитализма. От чего еще? От неразвитости капитализма, от его неразвитости. То, что если неразвито капитализма, нет рабочего класса, неорганизованной промышленности, неорганизованный рабочий класс. а мы сейчас вот если буду нас одни гастарбайтеры какой-то вот на том же деле там сидят уже десятилетиями сидят молдаване которого на три месяца оформляет а три месяца и как-то за них лишь пикнут там какой-нибудь профсоюзным рабочим держите сразу беру покончил ничего не будет конца три месяца окончанием срока трудового договора контракта поэтому понятное дело что не случайно подтянулись а три миллиона втянули в россию нас когда старбайтера что всем повысить надавить на рабочее классно и все раскать можно сказать что такое политической остроты надо сказать вопрос политики россии и существующего вся эта политика закупки всего иностранного и уничтожение всего нашего отечества политика уничтожение россии это изменники родины изменниками родина называть и по фамильной и у нас тоже достаточно много рычагов достаточно много средств на это делать и соответственно и людям своим объяснять их хочешь вот не будет у тебя заводы не будьте зарплаты и в В колдоговор можно вставлять все, что обязана администрация, сохранять, обновлять и так далее. Это же обязанность администрации. Можно все тогда вставить в колдоговор. И нам надо в эту часть тоже влезть. А не ограничиться, что мы требуем, улучшить условия труда. Да мы это улучшим, только нас уволят всех. Останется улучшение для тех, кто остался. То есть я хочу сказать, что все рычаги, которые есть у нашего профсоюза, то есть если мы уже рассказывали сегодня красочно, что буржуазей это не будет делать, это на кто будет делать? Ну вот мы и должны делать. Ну а кто будет сохранять производство? Скажите, пожалуйста. Вот что можем, то давайте и будем делать. По крайней мере, если мы сделаем то, что можем, скажем, что по крайней мере совесть у нас чиста, даже если развалится. А вот если мы не сделаем то, что можем, ну скажем, вообще говоря, тут собрались люди, которые на всех этапах все-таки стояли, не разбежались, не изменились, не изменили и так далее. Ну и нам надо... Включительное слово, Борис Натальевич. Спасибо, что мы вот так все отвлекнулись на обсуждение проблемах промышленности. Это очень актуальная тема. Если мы о промышленности не будем у себя держать в голове и не защищать, не будем промышленность, не защитим Россию. Мы понимаем, что... Видите, вот то, что президент сказал, 6 триллионов выделено на госзакупности, 1 триллион ушел на откаты. Шестая часть. Вот товарищ бы Сталин, конечно, поставил бы вопрос найти эти триллионы, кто взял и привлечь к ответственности. После этого выпустить из тюрьмы. Вы слышите такой резолюции? Разве есть? Нет. А тут же действуют еще и другие расчеты. На госзакупки, чтобы развалить промышленность, ЦРУ действует в национальных интересах Соединенных Штатов Америки. Другие разведки действуют? Действуют. Они в национальных интересах своих стран действуют. И по теневому варианту идут и подкупы, и оседают приличные деньги. И учатся у многих за границей, и лечатся за границей, и недвижимость за границей. Все за границей. И здесь пока все хорошо. И если что, туда уехали. И мы знаем, и в Англии, и в Испании, и везде в Европе, и в Америке, можно все больше и больше услышать речи. И если не будет программы государственного развития страны, значит, и вузы, которые выпускают достаточно много, и ставится вопрос, готовить инженерные кадры. Сейчас действительно президентом поставлен вопрос, готовить инженерные кадры. Но если инженерные кадры будем готовить, а не будет программы и не будет промышленности в этой программе, то они все уедут за границу, И будут там и с компьютерами заниматься, и как... Вот я работаю в НГТУ, Московский государственный технический университет, маме? Вот Ситроен, допустим, дизайнеров весь поток забрал на Ситроен. Хорошие дизайнеры выпускают же, а нашей промышленности нет. А мы сегодня с Александром Сергеевичем случайно встретились в маршрутном такси. А кто заменяет? Я иду, я же не опазуясь сюда, я не вижу, где я там с той стороны. А я со стороны водителя. Я говорю, мы до Смольного доедем? Говорит, я не знаю. Сидит вот таджик или узбек. Я не знаю Смольный. Он знает маршрут. Вот привез сюда, он знает, что... Он не знает Смольный? Я говорю, ну вы хоть на маршруте-то знаете. Он действительно по маршруту едет мимо Смольного. Он Смольный? Не знает. Ну не знает он вот такой. То есть будет вот такая миграция. Поэтому инициатива хорошо, вот инженерных кадров готовить. Еще, еще, еще. Много, да, очень хороших инициатив у Медведева. И плохих много. Так вот эти инициативы надо все объединить, которые объединить должны в программу, в программу развития страны, где приоритетным направлением будет развитие промышленности. Вот тогда эти инициативы будут востребованы. А когда будет инициатива, то один канат в одну сторону потянули, то потом другую ниточку потянули, потом эту бросили, еще потянули, инициатив много, а единого целого комплексного решения развития страны нет. В том числе и промышленности. Да. Спасибо за внимание. Всего доброго. Следующий четверг заключительное занятие. Продолжение следует.